Ну, вода уже есть горячая, да? Да, да, я уже включила вон водичка, я лопала в квартире, да побежала, бросила. И как температуру регулируют, всё показали, да? Показали. Всё замечательно. В квартире Валентины Малышевой синий цветок газа зажгли первым. Установка новой индивидуальной системы отопления заняла около двух недель. Современным оборудованием пенсионерка осталась довольна. Столько пыли, столько грязи вывести. Конечно, надеюсь на хорошее. Только она хорошая, надеюсь. Думаю, что будет всё хорошо. Вот так. В доме номер 6, посёлка Дружба, старую газовую систему рабочие начали демонтировать в начале июня. Затем установили новые коммуникации. Трубы, дымоход. В начале сентября в каждой квартире поставили газовые котлы. Работы выполнили раньше намеченного срока. Мы старались всё сделать в кратчайшие сроки. Вроде бы сделали всё хорошо. Вот. Установленные импортные оборудования, которые просто в эксплуатации, надёжные, экономичные. Переходы с центральной системы отопления на индивидуальную жители дому ждали давно. Рассказывают, что новое оборудование не только компактное, но и удобно в использовании. Да и горячая вода с отоплением теперь в квартирах будет круглый год. Потому что будем сами хозяева отопить. Сколько нам надо, столько и убавим, прибавим. И когда надо, тогда выгодить. У нас будет и тепло. Сами хозяева. Когда тепло. Когда сэкономить нам. Всё будет наше. Да, всё наше. Это, как бы, столько лет ждали, хотелось нам. Ну, большое спасибо. К концу сентября индивидуальную систему отопления запустят ещё в трёх домах посёлка. В 2015 году все многоквартирные дома «Дружбы» будут переведены на новое оборудование. Его плюсы в том, что расход газа гораздо ниже. Да и платить за коммунальные услуги сельчане станут значительно меньше. Двухонтная квартира в зимние месяцы отопление обходилось примерно 2,800. Сейчас 800. Вот разница. Такое переоснащение многоквартирных домов проходит в регионе по целевой программе. Денежные средства выделяются из федерального и областного бюджетов. Часть платят жильцы. В этом году работы по переходу на индивидуальную систему отопления ведутся в 65 домах 10 населённых пунктов. Дмитрий Курмаков, Михаил Жилкин. Липецкое время. Становлянский район.